Здравствуйте! Сегодня в студии я, ведущая, Светлана Руденко, и наша гостья Анастасия Кузнецова, представитель Союза Добровольцев Донбасса в Донецкой Народной Республике. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Анастасия совсем недавно вернулась из Донецка, и к вам вопрос, Анастасия, чем занимается региональное представительство Союза Добровольцев Донбасса в Донецке, и с какой миссией конкретно вы ездили сейчас? Каждый раз, когда приезжаю в Донецк, у нас есть определенные задачи, цели. Мы занимаемся гуманитарной помощью и медикаментами для некоторых подразделений Донецкой Народной Республики. Это батальон «Пятнашка», который командовал Олег Мамеев, Мамай, который недавно погиб, и Республиканская гвардия. Еще некоторые подразделения, мы туда отправляем перевязочные, кровоостанавливающие и медикаменты сезонные, которые необходимы всегда. Помимо этого, мы занимаемся оказанием медицинской помощи высокотехнологической для жителей республики, для военнослужащих, получивших ранения, в 14-м, 15-м, 16-м, то есть, ну, как бы, постоянно есть нуждающиеся протезированием офтальмологические операции. Соответственно, необходимо собрать документы, помочь людям в оформлении каких-то документов республиканских, для того, чтобы они могли выехать на территорию России и, как бы, побыть здесь прооперированными. В этот раз мы взяли на операции не только ребят наших, но и матерей погибших, ребят, которые погибли в 15-м, и клиники ФМБА оказывают им помощь по эндопротезированию тазобедренных суставов. Это дорогая операция, и в Донецке сделать ее сложно, дорого и, как бы, не так быстро. Что еще? Ну, вот это основные, наверное, цели и задачи. Плюс есть люди, которые... Много людей, желающих вступить в организацию. Соответственно, это подача документов, оформление удостоверений. И этим, собственно говоря, региональный представитель занимается. Анастасия, я знаю, что у вас еще одна миссия есть, непростая, такая тяжелая. Не секрет, что есть погибшие среди добровольцев россиян в Донецкой Народной Республике. И вы, как представитель Совета добровольцев Донбасса, и помогаете отправлять тела на родину. И, возможно, кто-то, кто там похоронен, ищите их могилы, чтобы родные могли приехать и отдать последнюю память. Да, к сожалению, это случается. Это война. И противоположная, так сказать, сторона украинская не соблюдает минские договоренности. Продолжаются обстрелы. И погибшие есть, в том числе россияне, которых Союз добровольцев Донбасса отправляет в последний путь на родину. В этот раз мы отправили нашего боевого товарища из 9-го полка в Санкт-Петербург. Ну, так получается, что да, с некой регулярностью мы этим занимаемся. Это считаем своим долгом не забывать людей, которые отдали свои жизни за защиту мирного населения республик. К сожалению, да. Ну, и по кладбищам бывает так, что родственники, особенно в 2014-2015 год, не могли похоронить на родине и были захоронены на территории ДНР. Да, вот в этот раз мы помогли родным найти могилу. На кладбище, собственно. Как-то так. Анастасия, к сожалению, в последнюю неделю мы видим, что ситуация, скажем так, с фронта, с передовой очень тревожная. В последнюю неделю участились обстрелы и Горловки, просто идут бои. И участились обстрелы и в районе Бахмутки, в ЛНР. И на других, особенно на южном направлении. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, мы знаем, что 11 ноября выборы. Я думаю, что одна из причин, это понятно, что попытка сорвать эти выборы. Но, возможно, есть еще какое-то объяснение этой ситуации. Вот. Потому что потери и с украинской стороны, и, разумеется, со стороны ДНР, ЛНР. Да, одно время было довольно, так сказать, затишье, начиная, скажем, с июня месяца и по сентябрь, даже посередину, может быть, октября. Было довольно тихо на фронтах, несмотря на то, что бои позиционные все равно идут постоянно. Не бывает так, чтобы тишина была везде, чтобы не стреляли. Стреляют постоянно. Просто вопрос, из чего стреляют. То есть, если до этого это было стрелковое, легкое стрелковое, и, возможно, что-то там, гранатометы, минометы легкие, то теперь обстрелы идут из тяжелого, вплоть до 150-миллиметровых, падают и на юге, и на севере, и по Горловке. Была информация предварительная, я не знаю, подтвердилась или нет, о выпуске полупакетов Града по северу республики. Вот. С чем это связано? Ну, выборы, наверное, да, прежде всего. Для того, чтобы, наверное, обострить ситуацию и не позволить людям в республике пойти на голосование. Плюс, насколько известно, Трамп с Путиным назначили встречу на 11 ноября, собственно. Возможно, и к этому же то же самое. Ну, как-то обострение заметно. Оно вот на последнюю неделю, наверное, это очень видно. Собственно, и погибшие, они как бы вот на это обострение попали. Помимо всего прочего, украинские войска ВСУ используют ИГИЛовскую тактику сброса боеприпасов с беспилотных аппаратов. Два аппарата, один смотрит, один кидает, и большое количество раненых, контуженных именно из-за использования вот этой тактики. На жизни города, я имею в виду Донецка, сказалось это обострение на фронтах, на передовой? Или город живет в своем привычном ритме? Знаете, наверное, за вот эти четыре с половиной года город так привык уже ко всему, что обстрел окраин даже, взрывы где-то в Горловке или на юге, они мало влияют на жизнь города. Город живет, город старается как-то держать себя в бодром состоянии духа и так, чтобы это был красивый вид у него. Ну, собственно, он и в 2014 году, он не запускался, то есть после обстрелов его же сразу убирали, люди выходили на улицы, коммунальные службы восстанавливали сразу. И система жизнеобеспечения, и окна, и все это делалось очень быстро. И сейчас и Донецк, и Горловка после обстрелов, они стараются как можно быстрее восстановиться для того, чтобы люди могли не чувствовать себя забытыми, заброшенными. И не чувствовать себя, наверное, постоянно на войне. Да, и не чувствовать себя на войне, поэтому там многие говорят, что проведение праздников, там каких-то таких крупных событий, ну, это не для военного времени, да. Но на самом деле люди же не могут все время жить в состоянии стресса и какие-то праздники там на площадях, приезд артистов. Регулярно приезжают артисты из России, конечно. И, на мой взгляд, это помогает поддерживать горожан в уверенности, что все будет хорошо, и война, это, так сказать, временное состояние, и их никто не забыл, и все стараются сделать так, чтобы их жизнь была, ну, хоть чуть-чуть легче. Анастасия, давайте немножко поговорим о текущей деятельности Союза Добровольцев Донбасса. Я знаю, что планируется проведение съезда. Вот сегодня, накануне съезда, какими вопросами занимается Союз, и вот вы как региональный представитель Союза? Ну, да, мы планируем съезд на ноябрь месяц, на конец, видимо, месяца. Скорее всего, это будет Крым. Мы надеемся, что наш актив сможет приехать на съезд, и мы будем решать те проблемы, которые стоят перед нами, как бы, постоянно. Это трудоустройство добровольцев, ну, так, таким словом назовем это социализация, потому что, приходя с войны, людям надо суметь адаптироваться в мирной жизни. И это не всегда просто. Это медицинская помощь на территории России россиянам. Тоже есть некие проблемы с этим, само собой. Это помощь с документами, с гражданством для граждан ЛДНР. ЛДНР, Украины, и легализация их, как бы, на территории России. Опять-таки, и трудоустройство в том числе, как отдельная тема. Ну, медицина, вопросы, которые всегда стоят перед региональщиками российскими, кто на территории России, это патриотическое воспитание молодежи. Наши ребята ходят в школы, проводят уроки мужества, занимаются с детьми военно-патриотической работой. Они, собственно, стараются так, чтобы те знания, которые мы получили, возможно, немного специфические, да, они адаптировались и могли помочь в воспитании молодежи. Ну, это та наша новейшая, пусть такая вот печальная, но это история, которую должны знать наши дети. И на Донбассе, и здесь, в России. И я думаю, что вот проект, который запустил Союз добровольцев Донбасса, «Помни Донбасс», это тоже вот та часть патриотической работы. Это не только дань памяти, это не только помощь людям, которые потеряли своих близких. Это еще и патриотическая работа с молодежью. Вот сейчас над сайтом как идет работа? Мы, к нам поступает информация от родственников, от сослуживцев погибших ребят, которые хотят, чтобы на этом сайте «Помни Донбасс» была информация об их близких, об их товарищах, для того, чтобы в будущем, уже когда это станет историей, не как сейчас, да, когда это все еще жизненно, это все в процессе война, а когда это будет историей, чтобы могли зайти люди, почитать, посмотреть часто героической гибели товарищей, которые погибли, прикрывая отходы, которые бросались под танки, которые проявили себя так, как наши предки на предыдущих всех войнах. И проект «Помни Донбасс», он в этом плане должен нам помочь, потому что тот же «Бессмертный полк», который каждый год идет 9 мая, наши ребята выходят с портретами погибших товарищей на Донбассе. И это уже, получается, уже фактически тоже стало традицией. Да, это символично. То, что «Бессмертный полк» — это портреты не только погибших в Великую Отечественную, но к ним присоединились люди с портретами тех, кто погиб, защищая Донбасс. Анастасия, спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был региональный представитель Союза добровольцев Донбасса в Донецкой Народной Республике Анастасия Кузнецова. И говорили мы о ситуации не только в Союзе и о деятельности Союза, но и о том, что происходит в Донецке, в Донецкой Народной Республике. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова